Культура безопасности это прежде всего личная ответственность и отношение к работе каждого, убежден начальник смены 6-го энергоблока Алексей Смоглюк. В 1991 году после Чернобыльской АЭС он приехал на Запорожскую станцию, когда 6-й блок только строился, участвовал в его пуске и дальнейшей эксплуатации. Алексей Витальевич обладает большим эксплуатационным опытом и широким диапазоном знаний. Приобрел он их за 25 лет в эксплуатации на Запорожской станции и 4 года на Чернобыльской. В свое время конструкторы этого реактора говорили, что это просто чуть ли не чайник, с ним вообще ничего не может произойти. Реактор требует относительно большого уважения к себе и так далее. Недаром у нас есть и ядерно опасная работа и все остальное. То есть при работе на реакторе надо учитывать все моменты, даже те, которые в принципе невозможны, но они гипотетически надо их продумать. Ну вот сейчас в основном люди на станции это понимают. Действительно тренажерные занятия, они очень сильно помогают в работе. Причем можно смоделировать ситуацию, которую, ну как скажем, на блоке нельзя ее сделать. И инструктора в этом помогают. То есть можно всегда остановить тренажер и сказать, а давайте попробуем вот так. И когда ты вот это видишь все и, скажем так, руками ощущаешь, то потом придя на блок, уже как-то, скажем так, морально ты готов. Потому что пока тренажера не было, все аварии обсуждались на словах. И это не видеть было, не увидеть, не почувствовать, не понять, как же действовать, потому что при любой аварии или там аварийной ситуации накладываются какие-то дополнительные еще, не гораздо, так сказать. И поэтому тренажер очень сильно помог. В 1987 году молодого специалиста Алексея Смоглюка, выпускника Одесского политехнического института, по распределению отправили на Чернобыльскую АЭС. Тогда прошел год после аварии. Страха не было, больше любопытства. В то время люди работали со всего Союза и посменно, и по вахтам. Много чего увидел и еще больше услышал от очевидцев, работая в то время инженером реакторного отделения на третьем энергоблоке. С конструкцией станции были знакомы, скажем так, и нас удивляло, когда вот в мае месяце первые заявления правительства были, которые говорили, что никакого атомного взрыва не было, посмотрите на территорию, все домики стоят и так далее. Нас удивляло, потому что мы видели, что реакторного отделения практически не было. Я посмотрел на людей, которые за идею уложили свои жизни. Не за деньги, не за шоу, просто вот они за идею. Причем люди, которые работали на третьем блоке, они же делились, что было, как было. Кто-то был в момент аварии на станции, они не могли понять, что происходит. Ну, откровенно жаль было этих людей, которые, я же говорю, сожгли свои жизни, а потом оказали государству не нужным. В этом году 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля международная общественность отметит его как День памяти. С тех пор в атомной энергетике кардинально многое изменилось. Проанализированы причины и последствия, извлечены уроки. И опыт эксплуатации показывает, что так или иначе связаны они с поведением людей, их отношением к безопасности. Появилось понятие культуры безопасности. Я считаю, что понятие культуры безопасности – это вот в голове должно быть. Самый главный принцип культуры безопасности – ты должен прийти домой. Живым, здоровым, не покалечен. Человек анализирует свое действие и будет понимать, что если он полезет куда-то без каких-то защитных мер, или без поясов, или без каски, у него нарушится здоровье. Если он будет делать что-то тяп-ляп, и с оборудованием что-то произойдет, у него случится что-то с премией зарплаты. Ну и как следствие могут пострадать коллеги по работе, абсолютно невинные люди и так далее. Если каждый человек при своей работе это будет понимать, то в принципе все будет нормально.